22 рабочих места для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Столько вакансий предлагает сегодня Центр занятости этой группе соискателей. С начала года через службу трудоустроились 11 человек, еще 18 остаются без работы. Почему работодатели и соискатель не могут встретиться, знает Валентина Чебичек. Более 300 звонков за смену, внимательность и вежливость. Вера Витальевна старается выполнять свою работу добросовестно. Уже полтора года помогает встретиться врачу и пациенту, назначая дату и время посещения поликлиники. Условия труда очень хорошие, у нас тепло, не так давно нам поменяли систему отопления. Мы можем себе позволить, колье, футболочках, тепло, хорошо, хороший креатив. Все у нас очень миролюбиво, мы так ко всем относимся. Мне это очень нравится. Вера Витальевна, как и пять ее сотрудниц, люди с ограниченными возможностями здоровья. Для них работодатели устанавливают укороченный рабочий день, предусматривают льготы по оплате больничного листа, оборудуют специальные рабочие места. У меня была операция, потом мне на моей работе не разрешают, нейрохирурги работать мне на моей работе не разрешают, потому что нужно стоять целый день за креслом. Но я парикмахер по профессии. Ненецкая окружная больница – одна из 16 организаций, где работают лица с ограниченными возможностями здоровья. Эти учреждения работают в рамках 14 окружного закона. Согласно документа, предприятия с численностью работников свыше 100 человек обязаны устанавливать квоты для льготной категории работников – 3% от общего количества. Однако более 15 компаний уклоняются от этой обязанности. В индивидуальной программе реабилитации каждого инвалида указываются ограничения по труду. И работодатель, когда их принимают на работу, он должен эти ограничения соблюдать. Эти ограничения накладывают определенные требования к рабочему месту. В прошлом году мы там трудоустроили одного работника на уборку территории, и работодатель купил для него снегоуборочную машину. Нежелание работодателей тратить средства на переоборудование рабочего места – округ учёл. С 2013 года им возмещают затраты – почти 73 тысячи рублей на одно место. Между тем, на имеющейся вакансии пока не нашлось желающих. Руководитель центра объясняет это в том числе отсутствием образования у соискателей. Если есть возможность, центр отправляет безработных на обучение или трудоустраивает временно. Словом, помогает безработным найти своё призвание и улучшить финансовое положение. Валентина Чибичек, Сергей Качегов, Телеканал «Север».